Четыре основные причины, из-за которых вы можете потерять зрение и ослепнуть. Всем привет! С вами снова Алексей и я неофтальмолог. В этом видео я хочу рассказать о четырех наиболее часто встречающихся проблемах, из-за которых человек может полностью потерять зрение. То, о чем я сегодня буду рассказывать, это не исчерпывающий случай, как минимум потому, что существуют еще травмы какие-то, бактериальные инфекции, воспаления и все остальное. А те четыре заболевания, о которых я расскажу сегодня, являются наиболее часто встречающимися и наиболее распространенными во всем мире. И заболевания эти катаракта, глаукома, возрастная дегенерация макулы и разнообразные проблемы сетчатки. Катаракта лидер этого списка по количеству слепоты во всем мире. Но хорошая новость в том, что катаракта это единственное из этого списка заболевания, слепоту от которого можно вылечить. Все остальные заболевания в той или иной степени ведут к необратимой потере зрения, которую вылечить невозможно. Про катаракту и ее методы лечения я уже записывал отдельное видео, ссылка в этом углу. Кратко хочу напомнить, что катаракта это изменение структуры хрусталика глаза, изменение структуры его белков, которые приводят к помутнению постепенному, ухудшению качества зрения и в запущенных случаях хрусталик становится полностью непрозрачный и человек полностью слепнет. Как я уже сказал, эта слепота обратимая, возможно операция по удалению помутневшего хрусталика и имплантации интерокулярной линзы. У меня есть много видео о том, как выбрать хрусталик, как это все происходит и так далее, ссылка в этом углу. Поэтому подробно останавливаться на катаракте здесь я не буду. А сейчас мы перейдем ко второму достаточно коварному заболеванию, это глаукома. Если очень упрощенно, глаукома это состояние глаза, когда внутри глаза повышается внутриглазное давление, и это внутриглазное давление оказывает губительное воздействие на нервные окончания на сетчатке, на зрительный нерв и вот те самые рецепторы, которые воспринимают изображение и передают эти данные дальше в мозг. Проблема с глаукомой заключается в том, что практически всегда это абсолютно бессимптомное заболевание. Пациент с глаукомой может годами ходить и не знать, что в его глазу уже начались необратимые дегенеративные процессы с его нервными окончаниями. Наш глаз имеет огромное количество нервных волокон, и видимые симптомы пациент может заметить, когда уже примерно половина из этих нервных волокон необратимо погибла. И это проблема, потому что восстановить это невозможно. Первым и основным скринингом, то есть быстрым обследованием на тему, есть у вас глаукома или нет, является проверка внутриглазного давления. И всем после 40 лет рекомендуется раз в год посещать офтальмолога и контролировать вот это самое внутриглазное давление. Потому что если внутриглазное давление повышено, вам обязательно нужно проходить лечение по контролю, по снижению этого внутриглазного давления. Потому что снижение давления это единственный способ снять нагрузку с нервных окончаний и защитить их от гибели. Если вы знаете, что у вас глаукома, но вы по какой-то причине не выполняете рекомендации вашего врача, я вам гарантирую, что рано или поздно вы полностью ослепнете. Других вариантов на сегодняшний день не существует. Хочу отметить, что проверка внутриглазного давления достаточно массовый, но не всегда достоверный способ проверки, есть ли у вас глаукома. Существует так называемая глаукома низкого давления, которую тонометр выявить не может. Связано это с ограничениями технологии измерения внутриглазного давления. Тонометры для измерения работают по специфической технологии, и в некоторых случаях у человека может быть на самом деле повышено давление, но тонометр этого может не показать. Поэтому самый достоверный метод диагностики глаукомы, это контроль состояния тех самых тканей, которые повреждаются при глаукоме. Это так называемая оптическая когерентная томография, или ОКТ, или ОСИТ по-английски. Технология, которая позволяет четко исследовать вот эти глубинные структуры вашего глаза, нервные ткани и диск зрительного нерва. И эта картина четко покажет вашему врачу, есть ли у вас там патологические изменения или нет. То есть наиболее правильная и полная диагностика вашего зрения, это контроль внутриглазного давления и ОКТ вашего глаза. О современных методах контроля и лечения глаукомы я запишу отдельное видео. Поэтому если это для вас важно, не забудьте прямо сейчас подписаться на канал и включить уведомления о новых видео, так вы точно не пропустите этот анонс. А сейчас перейдем к третьей причине потери зрения, это возрастная дегенерация макулы. Как вы можете помнить из моего предыдущего видео о хорошем зрении, ссылка в этом углу, в глазу есть специальная зона, так называемое желтое пятно или макула. Макула – это та часть глаза, которая отвечает за максимально точное центральное зрение человека. То есть это то зрение, которое мы пользуемся каждый день. Проблема в том, что у некоторых людей с возрастом начинаются специфические дегенеративные процессы на сетчатке и в первую очередь начинает страдать макула. Сложности этого заболевания заключаются в том, что до недавнего времени лечить его могли только на средней стадии. То есть выявить его могли на ранней стадии, например, прямо сейчас. Кстати, при помощи того же оптического конгренентного томографа или ОКТ, о котором я говорил про грулокому. Но, к сожалению, лечения этой ранней стадии до недавнего времени не существовало. Основное массовое лечение, которое существует на сегодня, это лечение средней стадии. Когда качество зрения уже ухудшается, пациент уже замечает эти изменения, и вот тогда офтальмологи начинают применять специфические методы лечения, которые позволяют это зрение каким-то образом стабилизировать и сохранить на более длительный срок. А финальная стадия возрастной дегенерации макулы, так называемая географическая атрофия, это ситуация, когда человек полностью теряет зрение и, к сожалению, необратимо слепнет. Про это заболевание я также запишу отдельное видео, потому что на сегодня есть новая интересная технология, которая позволяет затормозить процесс развития возрастной дегенерации макулы на ранней стадии. Поэтому, если вы еще не подписались на мой канал, сделайте это сейчас, и вы также не пропустите это видео. И четвертая группа проблем, которые связаны с необратимой потерей зрения, это проблемы с сетчаткой. Проблем с сетчаткой существует великое множество. Это отслойки сетчатки, которые могут быть вызваны какими-то патологическими изменениями, травмами, заболеваниями. Это проблемы с сосудистой сеткой сетчатки. В частности, одна очень известная проблема – это диабетическая ретинопатия. Как вы знаете, сахарный диабет – это заболевание, которое влияет на все сосуды в организме, и в том числе на сосуды в глазах. И влияние диабета на сосуды точно так же ухудшает зрение и требует постоянного внимания офтальмолога. Проблемы с сетчаткой и сосудами лечатся обычно при помощи офтальмологических лазеров, так называемых фотокоагуляторов, или нового типа лазеров, так называемых терапевтических лазеров. Разные заболевания имеют свою специфическую схему лечения и обязательно проводятся только офтальмологом. Важно знать, что если у вас резко изменилось качество зрения, возможно, начались какие-то резкие вспышки в глазах, какие-то плавающие мушки, какие-то точки. То есть резко что-то поменялось, не тратьте время, не задавайте вопросы в фейсбуке или даже под этим видео. Идите к офтальмологу. Чем раньше вы попадете к офтальмологу с подобными симптомами, тем больше шансов, что ваша сетчатка или ваши сосудистые проблемы будут купированы на ранней стадии, и у вас гораздо больше шансов сохранить зрение. Если вы уже столкнулись с какой-то ситуацией, уже были у врача и врач вам что-то не объяснил, возможно, вы что-то не поняли или хотите узнать что-то подробнее на эту тему, смело задавайте вопрос под этим видео, и я, как всегда, постараюсь максимально быстро и подробно вам помочь с этим разобраться. Не забудьте подписаться на мой канал прямо сейчас, если вы это еще не сделали, и проверьте, включены ли у вас уведомления о новых видео, чтобы вы не пропустили ничего важного. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Алексей, и я не офтальмолог. С вами был Игорь Негода.